Киллера для бродячих собак наняли жители коттеджного поселка в Хабаровске. Исполнить заказ убийца согласился сегодня. Об этом узнали защитники животных. В Хабаровском крае это не первый случай, когда жители пользуются услугами докхантеров. Удалось ли помешать наемнику, расскажет Александра Теплякова. Наталья пишет, я за обстрел. Анастасия, 20-20, я за траву. Екатерина, я за обстрел и забор. Это переписка между жителями коттеджного поселка Лукашева-2. Соседи Юлии Адамишиной решают, как лучше убить бродячих собак. Сошлись на отравлении, казнь назначили на сегодня. На роль палача наняли человека, который пообещал избавить их от животных за деньги. Он раскидывает в 4 утра траву, и в 7 утра он приезжает только, собирает уже трупы этих собак. На мою просьбу откликнули зоозащитники. То есть девушка, не знаю, одна была или с кем-то, она с 4 утра дежурила. Но она никого не нашла. Некоторые местные жители, узнав о том, что сегодня будет проходить травля животных, привязали одну из собак, чтобы спасти ее от гибели. И повесили объявление, в котором говорится, что собака домашняя, привита, и в случае отлова эту собаку не трогать. По словам Юлии, в поселке Лукашева-2 бродячих собак не больше трех. Девушка их подкармливает и говорит, что животные добрые, на людей не лают, не бросаются. Они обычно приходят сюда на помойку, они в помойках, ищут там иду себе. То есть я подкармливала. В последнее время приходили только две собаки. Я их просто не наблюдаю в таком количестве, о котором многие говорят. Вижу только нашего Рекса, который здесь живет во дворе, и все, больше никого. В управляющей компании убийства собак не одобряют, но есть жалобы жильцов. Значит, проблему надо решать. Мы писали напрямую в администрацию города. На жильцы обратились, у нас во дворе живут две собаки. Весной тут непонятно, что творилось. Проблема с собаками здесь у нас постоянно, потому что и мы страдаем, они растаскивают мусор. Буранчик, мы тебя любим, Буранчик! По закону убивать собак запрещено, но этим методом пользуются по всей стране. Бродячих животных массово отстреливают и травят. В Хабаровском крае последний случай был в Николаевске-на-Амуре. Зимой в городе застрелили более десятки собак. Их трупы докхантеры выбрасывали на обочины у дороги. Случайными жертвами докхантеров становятся и домашние животные. Однако наказать преступников удается редко. Очень сложно доказуемы эти дела, потому что здесь нужны экспертизы сложные. В которой часть экспертизы у нас в городе не проводится. Везем биологические объекты в другие города, договариваемся с лабораториями. В поселке Лукашева-2 сегодня ни одно животное не пострадало. Наемный убийца не явился, но от собак жители поселка все же избавятся. В графике мэрии значится, что отлов состоится до 19 мая. Александра Теплякова, Илья Васильев, Телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова